Друзья, всем привет, большой привет! Сегодняшнее видео будет болтологическим о том, как наше настроение, как наше поведение и наше отношение к сегодняшним событиям влияет вообще на нашу жизнь. Вы знаете, я с утра просыпаюсь и в телеграм. Я вечером отхожу ко сну и в телеграм. Я смотрю, читаю новости. Я возбуждена, я расстроена, я живу в недоумении, как вот это все в нашей жизни происходит, вообще в принципе, как это может происходить в 21 веке. И вот расскажу вам на примере нашей прогулки Люсиной, нашей с Люсей прогулки в прошлое воскресенье. Вы это можете увидеть в предыдущем видео. Вы знаете, мы когда с ней встретились, вот единственное, что мы позитивного сделали, так это сделали себе обновки. Посмотрите, видео прикреплю сюда. Вот, и потом мы решили сходить выпить кофе. Естественно, идем и мы разговариваем, мы рассуждаем, мы обсуждаем эти новости, эту ситуацию, которая происходит сейчас в наших двух странах. И мы уже на нерве, вы знаете, мы уже на нерве, мы возбуждены, мы раздражены. И как, слушайте, наша энергетика совпала с погодой. Когда мы встретились, был легенький такой ветерок. И вот мы вышли, мы решили попить кофе на песке, я вам говорила, адрес этой кафешки. Мы туда пришли. Там сидят какие-то люди за столиками. Нас, конечно, пригласили. Ну, видимо, когда лекция кофе была, я не знаю. Нас пригласили, но я не захотела, говорю, если пойдем. Я как-то не люблю вот это скопление малознакомых людей. Ну, интроверт, одним словом. Вот, и мы вышли, пошли опять в ту сторону, из которой мы вернулись. И мы все разговариваем, знаете, ветер усиливается. Мы уже с Люсей раздражительно на повышенных тонах разговариваем друг с другом, понимаете. Мы пошли опять в какую-то другую сторону. То есть, знаете, наши движения были какие-то хаотичные. Обычно мы уже знаем, там, мы зайдем сюда, значит, посидим там, прогуляемся сям. А здесь у нас какие-то хаотичные движения. То есть, бестолковые, я бы даже сказала. Знаете, бестолковые туда-сюда вернулись, снова туда пошли, понимаете. А ветер все усиливается, усиливается. Наше раздражение усиливается, вы понимаете. И в один момент листва, много же листвы. Листва поднимаются в воздух. Она на наших волосах, я вам говорила тоже в видео. На нашей одежде песок, песок на зубах. Мы с Люсей, кстати, купили конфеты, они там, знаете, с орешками. Люся говорит, Лена, я чувствую на зубах скрип, и это не орешки. Я говорю, да уж, да, орешек тут далеко. В общем, и в конечном итоге, знаете, и мы говорим, говорим. И в этот момент мне залетает листик в рот, понимаете. Залетает листик в рот, и вот так вот торчит. Я как захохочу. Вы знаете, и это, даже девушка обернулась, которая впереди нашла. И это настолько разрядило обстановку, вот мой смех. А сама Вселенная мне вот так вот лучше, знаете, лучше жива, чем говорить. Ну, просто закрыла мне мой рот. И торчит листик. Господи, я расхохоталась. Мы сменили тему. Но все равно осадочек, так сказать, остался. Я что хочу сказать, что давайте прекращать питать своим недовольством, своим раздражением эгрегор агрессии. Общий эгрегор агрессии. Как бы вы к этому не относились, вы скажете, ну, что ты там, Лена, заговорила, это есть. Помимо, знаете, незнание закона не освобождает от ответственности, да. Помимо нашего знания или незнания, это есть. Всеобщий эгрегор либо радости, либо агрессии, либо недовольства. Если вы будете его подпитывать, 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 он разрастается до неимоверных размеров, понимаете? И может просто бавахнуть в одно прекрасное время, и все. Мы с Люсей решили, что больше мы не читаем на всех, хотя это, конечно, трудно. Я кое-что почитываю, но уже не в таком количестве. Друзья, не в таком количестве, это же что-то. Я не хочу питать вот этот эгрегор ненависти. Если мы не будем, да, вы скажете, как так, что голова в песок, как страус, как угодно это назовите. Но чем больше мы с вами возбуждаемся, питаем вот эту вот всю субстанцию ненависти, агрессии, тем больше это будет продолжаться до бесконечности. Поэтому давайте отпустим вот эту ситуацию. Да, вы скажете, ну а вот у кого там родные, близкие, ну как об этом не думать? Молиться, молиться с позитивом, с хорошим, заставлять себя искренне верить, что, знаете, это закончится. Найдутся точки соприкосновения, я не знаю. Или какие-то люди, или вселенная что-то пошли. Но должно это все остановиться. Потому что я послушала, какие, ну послушала и читаю постоянно, какие потери, все это время, естественно, какие потери несет одна и другая сторона. Это ужас, это волосы дыбом, это ужас. Как мы будем восстанавливать свой генофонд, я вообще не понимаю. А у нас тем более уже, ну ладно, не буду я про другие войны говорить. Давайте выдохнем, вот как я сейчас на самом деле, давайте выдохнем. И что-то будем делать созидательное. Созидать, не разрушать, а созидать. Понимаете? Видите, смотрите, до чего договорились. Красовский, Красовский, такие крамольные вещи уже начал говорить. Ну, кстати, он тоже это проговорил, что он уже извинился. По поводу детей, по поводу украинских детей, что с ним нужно делать. Я даже повторять это не буду. Вы наверняка знаете, кто слушал, кто не слушал. И не слушайте, не ищите. Это ужасные вещи, это недопустимые вещи, которые он говорит. И он на следующий день извинился и сказал, вы знаете, когда тебя несет, ты уже не можешь остановиться. И я его понимаю. Когда тебя уже понесло, ты уже начинаешь одно, и второе, и третье тут. Ты можешь наговорить родным и близким гадости, подругам. Понимаете? А вы посмотрите, как разрушаются семьи за это время. Сколько разрушено семей, сколько разрушено отношений между родственниками. Ведь я читаю, что многие дети, взрослые, не общаются со своими родителями из-за таких ситуаций. Не разговаривают ни с матерью, ни с отцом. Это ужасно. Рушится дружба между людьми. А я считаю, грош цена этой дружбы. Если люди вовремя не могут остановиться и сказать так, стоп. Почему внешние обстоятельства воздействуют на нашу многолетнюю дружбу, допустим. Мы знаем друг друга. Мы знаем принципиальную позицию к определенным вещам, к добру и к злу. Почему внешние какие-то факторы взяли и разрушили нашу дружбу. Значит, грош цена этой дружбы, я считаю. Поэтому мы с Люсей, вы знаете, как-то вот этот листик настолько сыграл какую-то отрезвляющую роль вот в нашей вот этой встрече. И мне Люся потом пишет, Лена, давай сходим в театр на Пашнина. Почему именно на Пашнина? Кто в Красноярске знает, конечно, этого режиссера, актера, потрясающего таланта, потрясающего таланта, тот знает, что все его спектакли – это бальзам на душу. Это смех, это радость, это просто какой-то, знаете, безграничная радость. Оттуда, когда выходишь с его спектаклей, вы знаете, вот как будто бы душа развернулась. А я ей тоже хотела, ну, наверное, недели две назад я проходила мимо там, проезжала, вернее, мимо одного здания, где идут его спектакли иногда. И думаю, институт искусств, и думаю, надо Люсе предложить сходить на Пашнина, потому что все это современное искусство, вы знаете, у меня было пару роликов по этому поводу, оно к нам как-то с Люсей не заходит. Вот это все современное искусство. А Пашнин – это, конечно, чудо. И мы в воскресенье идем на сестер, по-моему, сестра называется, но сегодня Люся мне позвонит, скажет, точно сегодня должны мы приобрести билеты. И вы знаете, ну, просто уже всем своим нутром хочется выдохнуть и убрать вот эту вот из каждой клеточки мозга и сердца вот эту вот агрессию, потому что можно запросто заработать себе болезнь на этом. Запросто. Вот так. Значит, что еще хочу сказать, друзья? У кого… Все, меняем тему. У кого беда с сухими волосами? У кого волосы как сено? Пережженные. А это в основном бывает у блондинок, либо у людей, которые красятся постоянно, перекрашиваются и сухие-сухие волосы. Я очень люблю тему гиалурона. В каком-то, в одном из моих видео постараюсь на конечной заставке поставить. Я рассказывала про то, что я очень люблю гель для умывания и что там у меня еще было, тоник с гиалуроновой кислотой. И все хотела купить. У меня было в планах приобрести шампунь и кондиционер с гиалуронкой. Ну, появилась эта новая серия у них. И я купила. Сейчас я вам покажу. Вот эта серия. Эльсеф. Я очень люблю шампуни. Вот этого бренда Эльсеф. И смотрите, такой же бальзам увлажняющий. Что мне нравится в этой линейке? Что бальзам не 250 мл, а 400. 400. Не знаю, как у вас, я по-моему уже говорила, но у меня почему-то бальзам всегда... Когда он 250 мл, естественно, он всегда заканчивается раньше, чем шампунь. Вот здесь прямо очень хороший объем. Вы знаете, это такое клёвое увлажнение волос идёт. Ой, что-то бежит у меня. Я прямо принимала душу. На самом деле волосы напитанные, увлажнены. Они живые. Я сейчас вам покажу, конечно. И, кстати, посмотрим, как раз два месяца прошло после моей стрижки. Посмотрим, как они отрастают. Да? Два месяца. Я очень довольна вот этим шампунем в плане того, что волосы на протяжении всех дней после помыва, они остаются увлажнёнными. Единственный минус. Ну, может быть, это не минус, но назову его минусом. На второй день мне кажется, что волосы тяжеловатые. Понимаете? Они, вот если другим эльцеф я мою красным, я очень его люблю, и девочки некоторые купили красный эльцеф и писали мне благодарность. Шикарный шампунь. Там сияние. Они у вас долго остаются чистыми. То есть здесь они, конечно, держат воду, они напитанные. И они как бы вот даже сегодня я вымыла волосы, да? Они не могу сказать, что рассыпчатые. Они не рассыпчатые, они не рассыпаются, как, допустим, если я мою красным шампунем. Но они держат в лапу, они здоровые, они не торчат, как пакли. Поэтому я вам рекомендую. А сейчас смотрим, я сейчас расчешусь, секундочку. Смотрим, как они у меня отрастают. Посмотрите, как прическа держит форму. Я считаю, что держит форму прическа. И я считаю, что стрижка в этих салонах себя оправдывает. Ну, я имею в виду стоимость ее. Как находите? Я сегодня уложила на прямой пробор. Так, я уже начинаю складывать в кучку вещички, что для меня не характерно. Потому что, по большому счету, я всегда собираюсь где-то за неделю. За неделю. Но сейчас, чтобы ничего не забыть, потому что, знаете, такой сезон, что надо вроде бы и теплые вещи. Я так складываю, еще сомневаясь, что я возьму, что я не возьму. Вспомню, положила. Вспомню, положила. В общем, вот так, друзья. Что еще? Да, собственно говоря, больше ничего. Буду с вами прощаться. Желаю вам здоровья. Желаю вам всех благ. Желаю вам позитивного настроя. Потому что добро, добро должно победить. И, кстати, друзья, на Балуне, не забываем о красном цвете, не буду уже повторяться. Вот. Кидаем все, что можно на люстру и на шкафы. И я вас люблю и обожаю. Желаю всем счастья, любви, здоровья и процветания. Увидимся.